добрый вечер приветствую вас дорогая наталья расскажите как ваши дела и посмотрите на мои ромашки да я видела как вы алену хасаевича показывали все картины свою смелую кстати ромашку вы еще не начали рисовать которая была максимально еще не заполнена большая вот она большая вот там там сзади поменьше вот так вот это вот белая белая потом уже вот это последний который тогда начал рисовать арену показывал но я еще должен ее дорисовать она теперь как ромашка и как монада и как понятно что как лилия какая-то ну вы подскажите может быть мне мы может быть как сейчас моделируем коллективный разум и посоветуйте что добавить что убавить скажите как вам нравится что добавить могу продвинуть немножко сюда чтобы видно было хотите но придвиньте немножко я посмотрю хотя творец из вас все равно более опытный нет тут же дело не в опытности а дело в том что я же все советы слышу потому что там же еще из ромашка вы видите который я роману газенко делал он выбрал этот формат холста я ему на этом формате делаю а эту белую я делаю я делаю для нашего физикоядерщика игорь ничего стрецового а эту я пока еще никому не делаю но она для всех тоже будет вот смотрите ну что добавить что добавить ну вот знаете вот картина которая для романа газенко она вот эта ромашка такое ощущение что на прямо пушистая а это ромашка то есть смотря да 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 она вот как будто пушистая мягкая такая а вот это надо мне сейчас подумать но она с одной стороны белого много с другой стороны много желтого вот 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 вы правы я тоже над этим думаю давайте не буду вас тогда напрягать скажите потому что вот то что я делал для игоря николаевича вот там белая вот она мне кажется очень такая удачная получилась тут больше белого да да она больше ромашковая белая до больше но ничего посмотрим посмотрим недостаточно уже о том что вы сказали что там доминирует непонятно что желтая любила я приму решение как художник так давайте я вас слушаю внимательно как у вас со школы как ваше преподавание как дети как ваше самочувствие хорошо а знаете последний раз когда мы делали с вами ролик вот вы спросили как вообще вот вы меняетесь то есть я вам все время рассказываю как ваш метод меня меняет то есть я его использую и естественно меняюсь сама и как вот это отражается на моих учениках я думала над этим вопросом ну естественно отражается когда преподаватель да даже вообще член коллектива становится более спокойным более скажем так чувствующим детей то и детям хорошо то есть я знаете мы вот наверное педагоги мы направлены на детей там на родителей и когда ты решил какие-то свои внутренние проблемы ты уже с большими с большей эффективностью слушаешь детей а что им надо я работаю с подростками и вообще людям до чтобы нас выслушали чтобы нас поняли ну это конечно все в процессе обучения то есть и само обучение тоже и но и какое-то межличностное взаимодействие такой вот эффект вот я стала более так сказать но не знаю более ли просто это стало как-то концентрирование сама стала увереннее и вот кстати слово сконцентрирование концентрация да сама стала это все детям передается так что вот такой волновой эффект меняется преподаватель а с дядей какого возраста примерно ну подростки в основном ну десять лет и выше до восемнадцати потому что у меня подготовка кога к егэ седьмые классы восьмые то есть вот у вас какое-то частное предприятие индивидуальные консультации или в школе какой-то это преподаете да у меня частное преподавание как репетиторство что требует от педагога конечно же саморазвитие тоже то есть и профессионального а вы же у нас кандидат философских наук да да филологических филологических я все время путаю философских филологических потому что для меня это почти одно и то же потому что философы они все должны понимать вообще-то язык структуру языка это но это я немножко с юмором но у меня понимаете филологических наук вот как вам наш метод помогает в преподавательском процессе процессе в репетиторстве что вы например делаете вы детям даете раскрепощающие действия или сами вы их используете вот как этот процесс происходит но сама то я естественно использую знаете самый для меня быстрый способ который я полюбила это вот хлест руками по спине как как вы сейчас показали только более интенсивно сколько я использую дети мои перед экзаменами егэ я говорю вот так делаете до экзамена там за день или незадолго до этого чтобы успокоиться потому что сейчас вот выходит анализ ну так сказать в соцсетях уже преподаватели учителя анализируют прошедший экзамен и главное одна из главных проблем это вот волнение детей в этом состоянии стресс стресс и сейчас знаете можно даже кстати это проверить потому что в этом году детям разрешили пересдавать егэ экзамен и пересдача прошла в большей степени успешнее то есть дети уже как бы по второму кругу пошли да то есть и повысили результат потому что уже спокойнее уже какие-то моменты знают детей очень напрягает знаете вот эти вот металлоискатели то есть их приводят за час до того как начнется экзамен это их выматывает ну и так далее и здесь уже спокойнее металлоискатели смысле чтобы они шпаргалки в металлах не носили потому что ну телефоны какие-то может быть устройства но эти дети на выдумку хитры на выдумку мало ли и поэтому там система серьезная то есть барьера вот именно нервы нервы да и я тоже вот поняла что нужно еще интенсивнее это рекомендовать варч метод вот ну вот я например полюбила хлест руками по спине потому что он простой сначала мне его было не очень приятно делать потому что когда бьешься больно потом как-то видимо или без боли легко как-то как будто вещи или там плеть его такие бросаешь а как мы делаем на морозе когда вот так вот на морозе делать это просто немножко развернуть и будет просто а лыжник вам как лыжник или шалтай болтай как вам эти вот упражнения под настроение палочка выручалочка у меня именно хлест руками по спине я знаете включая музыку и прям под музыку ну чтобы вот как-то так мне проще и сейчас вот я тоже хотела сказать освоила ваш ну тоже вот метод или как сказать одну из технологий это проговаривание выговаривание с романом газенко с нашим методику которую раньше я называл идеальный собеседник года два три назад мы проводили вебинар а он обратил мое внимание на это что это очень важная вещь и мы теперь его совершенствовали этот метод выговаривание но там важно чтобы между словами промежутка не было это очень важно если там человек не знаю что сказать надо без разводи разводи что прокатывалась и дело за закрытыми дверями в комнате как бы детской своей но вы смоделировать комнату разгрузки и там делать это чтобы никого не разряжать да был как раз вебинар вот с романом газенко я прекрасный вебинар я его просмотрела и поняла во первых мне показалось что и вы вот ваш тандем то есть за вот это время что вы сотрудничали были эти вебинары как бы нащупали вот этот вот слияние нейролингвистики да и это было просто великолепно вы знаете такой акцент именно на этом вот вы делали на вебинаре и даже вот людей просили вот мы сейчас выключим камеры да и вы будете там говорить но там было не выдали несколько минут у меня однажды был назовем так как бы стресс у меня ушел на час это я просто потому что мы в интернете все там ждут поэтому мы сократили время на самом деле закрыл двери ходи по комнате выговаривайся говори что голову придет что на душе накипела это же есть по существу элемент психоанализа когда наводит психотерапевт психоаналитик на больную точку душе и человек начинает потоком выговариваться я это вычислил потому что психоаналитики даже этого не знает почему психоанализ помогает на самом деле выговаривание помогает когда по точно происходит потоки есть то чего нет дискретности там есть там нет как бы начала и конца там есть соприкосновение условно говоря с вечностью это когда наша часть телесная соприкасается с нечто большим и по законам гармонии ну короче это целая история но это работает так эффективно после этого надо сесть после выговаривания пустить машина самотек кто-то выплакается кто-то поспит кто-то там может потянется зевать на счет это все надо сделать и конечно на это может уйдет не пять минут а 10 15 20 час так значит организм в этом нуждается значит это надо выполнить как санаторий съездить это есть мозговой санаторий или детская комната или комната психологической разгрузки это выговорился посидел установился набрал силы потом вышел и делаешь уже не то что хочется а то что надо делать в жизни делаешь то что надо делать а в комнате психоразгрузки делаешь чтобы накопить силы до жизни да вот когда ты с психологом я тоже так подумала не всегда ты можешь быть очень откровенным ты не всегда при другом человеке можешь прям все сказать при всем желании вот это отлично у себя за закрытыми дверями можешь сказать все что тебе в голову приходит и поколоть кого-то мысленно и поругать кого-то и обматерить кого-то потому что ты не находишься в обществе это твоя личная интимная комната психологической разгрузки наконец-то вышла из этого напряжения и в жизни тебе и не приходится ни с кем ругаться и не хочется а наоборот хочется всех понимать и уважать или ты находишь согласие поэтому у тебя с детьми лучше получается ну да я хочу просто сказать и не только с детьми потому что ну я педагог но все равно это же будет относиться к любому человеку который ходит на работу или там в семье что-то то есть это настолько универсально и я даже недавно у меня тоже был момент когда я так это для себя называю я с ними поговорила вот с этими людьми то есть я одному сказала все что думаю другу не надо их как бы видеть и и не стоит портить это уже смоделировать у себя за закрытыми дверями это я для участников говорю который будет видео смотреть еще у меня правда знаете тоже была небольшая подготовка к этому ты ты даже сам собой иногда боишься что-то такое сказать то есть это тоже постепенно у меня постепенно развивалась потому что мне это понравилось и я увидела в этом эффективность но я просто для тех кто может быть думает что может быть пробовал не получилось или попробует не получится сразу ну там что-то какой-то эффект я хочу сказать что это тоже постепенно но это такое спасение то есть ты в этом и сам раскрываешься и сейчас я могу вот именно поговорить не стесняясь то есть сначала у меня тоже зажим был такой вроде как ненормально сам с собой поговорить вроде как может к психологу пойти это как-то все-таки к человеку но все равно вот сейчас даже я сама с собой и в общем все поэтапно и сейчас вот уже даже этот метод пошел еще эффективнее еще проще я уже легче вот эту речь отдаю сама сама себе это вот знаете вот прям спасение если я на человека эмоциональный если вот что-то я знаю что у меня есть вот этот вот метод и вот хотела знаете еще сказать тоже вот поскольку меня и привлек вот ключ и тем что вашей вот этой фразы мозговой санаторий потому что я даже иногда смотрю в интернете подтверждение этому нахожу ночи недавно вот буквально по моему сегодня молодые ребята поехали в турцию дорогой отдых и вот значит парень из пяти дней проболел в отдых естественно насмарку то есть можно поехать в санаторий можно поехать куда-то отдыхать не отдохнуть а вот тут при помощи ключа вот реально мозговой санаторий никуда не надо ехать тратиться и так далее то есть еще знаете одна я смотрела тоже женщина она приехала прям в санаторий там по проблеме по своей серьезная у нее был инсульт ну казалось бы тут реабилитация нужна но ее поселили туда где храпит человек ну какая здесь реабилитация это не она перешла в платную палату тоже можно поехать санаторий и вот быть в этой ситуации поэтому я не против там отдыха и санаторий это выбор да это не против а это дополнительный ресурс и это и это и это вот случай когда вы не можете поехать санаторий вы зайдите в свою соседнюю комнату закройте дверь чтобы никто вас не не слушал и выговариваетесь выговариваетесь потом посидите пустите мысль на самотек выплачьтесь если хотите хотите позевайте хотите там что-то потрясите что хотите то и делать не хотите просто посидите хотите поспите и выйдете оттуда уже заново рожденный но вот так и делайте друзья мы же вам рассказываем вот педагог специально вышла поделилась опытом чтобы вам легче жизни было что же такое крутое идет опять неопределенно сейчас опять скажут там или вакцинироваться или скажут еще к или еще что-то еще скажет и все начнут идти ну что за глупость так и поэтому заходите закрывайте дверь как в детскую как в дети и делайте что вам хочется выговаривайтесь в том числе ходите там танцуете хотите пойте хотите боксом занимайтесь моделируйте баскетбол волейбол пианино имитируйте деятельность в том числе выговариваетесь а мне недавно дама звонила и говорила вот мой сын всегда сидит когда работает за компьютером сам с собой разговаривать я готов за это ругаю я грасть его в покое он такой выпускает лишнее напряжение да и еще знаете у меня такой эффект я его знаю но каждый раз вот пропускаю этот момент не то что пропускаю когда например вот я делаю хлест руками по спине в период какого-то напряжения через какое-то время вот прямо буквально минут может 10 проходит я начинаю себя ловить стоп почему мне хорошо я забыла что я делала сейчас хлест то есть моментально у меня почему-то идет вот это вот восстановление ведь я хочу сказать интересную вещь вот несколько рассказал ты почему я сейчас подумал почему ты мог помолодела про это тоже скажу спасибо а ну вот такой эффект когда ты выплеснул все эмоции и ты даже не заметил что тебе хорошо вот этот переход он вообще как-то случается неожиданно действительно и это приятно потому что я думаю странно у меня совсем другое состояние а вот я делала только что хлест то есть это во первых тебя отвлекает переключает вводит в хорошее состояние в общем прекрасно я вот братую за ваш метод всех что касается молодости знаете на одном из вебинаров там тоже выходила женщина она говорила что я использую ваш метод и у нее там мимических морщин мало вот может быть вы помните может нет этот момент я такая думаю буду с вами разговаривать тоже скажу что то такое наверное есть когда ты живешь так как хочешь ну в какие-то короткие да и ты наверное восстанавливаешься почему невольно обычно всегда выговорил вот на люди людям особенно педагоги там то все особенно мы как говорится вместе водку не пили а в этот раз я почему-то надо на ты все время стал я потом подумал а почему так происходит потом я вспоминаю прошлые встречи ты помолодел спасибо для женщин будет вот еще один повод подключаться к ключу но я смотрю в телеграме люди подключаются новые самое главное мы же у них за это не просим ничего ради бога у нас без и бесплатно есть два раза в месяц зум заходите задавайте вопрос мы же не просим от вас ничего это вам подарок это шанс кстати говоря и от вашего ума от вашей мудрости зависит воспользуетесь вы шансов жизни или попадая в неопределенности будете управляться манипуляциями но это ваше дело да я вот думала думаю с хасаем магомедовичем буду разговаривать о чем еще сказать надо делать узнаете самый главный мой призыв нужно делать не нужно за этим наблюдать там много все это нужно именно делать но наверное я начала делать когда знаете уже совсем ну не делать было уже нельзя отчаяние когда человек доходит тогда начинают потому что многие вот выходили тоже вот я уже наверно четыре года некоторые говорят тогда то я делала бросил а там потом еще что-то 5 минут день даже буду рекомендовал уже попасть нирвану надо путину это медитация у нас самая лучшая технология медитации комнате разгрузки делай то что тебе хочется мозговой санаторий вот и все но умный поймет не умные будут постепенно подтягиваться это делается так сказать развитие человек да ну и все нужно осваивать я говорю что некоторые вот и выговаривание все это приходит но надо делать вот не останавливаться иногда я вот замечаю что какое-то время я не делаю уже вот эти периоды они может быть стали даже длиннее потому что первые два года я делала каждый там буквально день я спала то есть я специально когда что-то делала знала что мне никуда не надо идти я уже в каких-то роликах расскажут что я спала я полгода засыпала вот после любой любых вообще вот поэтому было у меня не удивляюсь почему помолодели ну а потом я иногда и не делаю потому что уже быстрее вы как-то говорили часто говорили в роликах что потом это у вас будет занимать секунды минуты там ну буквально конечно только пара уже освободился да конечно да поэтому вот просто надо делать и еще хочу всех призвать которые смотрят наш ролик пожалуйста подписывайтесь на канал ютуба подписывайтесь на телеграм на наш на телеграм-платформу помочь себе и пожалуйста делитесь потому что этот шанс скоро пропадет тут грозятся вот я смотрел в интернете что в сентябре уже отключат youtube делитесь пожалуйста пока есть возможность чтобы люди сохранили разум на планете трудно что ли лайк нажать трудно что ли нажать записаться записаться на youtube на телеграм на платформу телеграм помочь себе делайте пожалуйста это и делитесь между собой потому что от нас все зависит как говорится возьмемся за руки друзья чтобы как-то не поодиночку не пропасть по одиночке не пропасть по одиночке метод замечательный я вам всегда пишу что моя жизнь изменилась и очень приятно с вами разговаривать потому что вы просто мне подтверждаете смысл моей жизни потому что моя жизнь в творчестве в работе в помощи людям и вы мне как раз и это подтверждаете у меня поэтому крылья растут вот спасибо вам большое спасибо вам до связи наталья до связи мы напишем ваши данные там что вдруг кто-то захочет к вам на репетир тир стоп пройти чтобы нашли вас хорошо да хорошо спасибо всего доброго я сейчас посмотрю как тут выключается потому что тут новое объявление сделали по которому трудно понимать как сейчас я так так остановить видео так остановить потом